Привет, друзья! Ставьте лайк, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Президент Сандус озывает 13 апреля заседание Высшего Совета Безопасности. Об этом сообщается на странице администрации главы государства Facebook. Основные вопросы в повестке. Первый. Ситуация на Нинобанковском финансовом рынке, включая рынок страхования. Второе. Ситуация на ГП «Железная дорога Молдовы», сказано в комьюнике. Предыдущее заседание совбеза состоялось 30 марта. Тогда обсуждались временный запрет на экспорт зерна, борьба с наркобизнесом, а также управление и присвоение имущества Республики Молдова на территории Украины. По его итогам, заседание члены ВСБ порекомендовали правительству временно запретить экспорт пшеницы, что Кабмин и сделал в виде ограничения до 12 апреля. Отметим также, что президент Республики Молдовы Майя Санду провела онлайн-беседу с представителями Патронной ассоциации легкой промышленности, сообщает Молдавинформ с ссылкой на пресс-службу главы государства. В ходе беседы обсуждались проблемы в отрасли, связанные с пандемическим кризисом, а также о восстановлении промышленности и ее экономическом росте. «Мы понимаем, что у вас сейчас очень сложный период. Я неоднократно заявляла, что буду на стороне бизнесменов, которые честно работают, создают для наших граждан рабочие места и платят налоги. Оказавшись во власти пандемического экономического кризиса, мы не сосредоточились на проблемах бизнеса в достаточной мере. Нашим главным приоритетом на данный момент является приобретение как можно большего количества вакцин и вакцинация как можно большего числа граждан, и благодаря этому мы окажем экономике большую помощь», — сказала госпожа Санду. Президент выразила готовность поддержать бизнес, преодоление кризиса и восстановление экономики, отметив существенную внешнюю поддержку, которая поможет противостоять проблемам. Представители легкой промышленности говорили о необходимости поддержки отрасли государством и доступа к более дешевым финансовым ресурсам. Санду попросила представителей отрасли предоставить рекомендации по восстановлению легкой промышленности после пандемии. «Вопреки политическому и санитарному кризису, в котором мы находимся в последующей неделе, мы начнем работу над программой восстановления экономики страны. Очень важно, чтобы деловая среда, в том числе легкая промышленность, принимали участие в этом процессе, чтобы этот сектор стал устойчивым и конкурентоспособным», — заявила Санду. Напомним, что президент Литвы Науседа обсудил с главой Молдовы политическую ситуацию в этой стране и борьбу с пандемией. Как сообщает президентское ведомство, во время онлайн-беседы Науседа выразил поддержку президенту Молдовы, которая добивается перемен, и высказывается за амбициозные реформы в стране. Литва и Молдова демонстрируют четкую готовность стремиться к более тесному сотрудничеству, поскольку эта страна выбрала евроинтеграционный путь. Решимости выбора президента Санду очень нужны Молдове, чтобы проводить в жизнь реформы и идти на сближение с Союзом. В части беседы с ситуацией пандемии и борьбе с коронавирусом президент информировал руководителя Молдовы, что Литва рассматривает возможность поделиться вакцинами с этой страной, когда их количество в Литве будет достаточным. Глава государства подчеркнул, что активно поддерживает механизм передачи вакцин ЕС государством-членом Восточного партнерства и регулярно поднимает этот вопрос на заседаниях Евросовета. Президенты также выразили обеспокоенность в связи с участившимися нарушениями перемирия в Украине и наращивающейся демонстрацией военной мощи России на границе с Украиной. Президенты Литвы и Молдовы договорились встретиться в ближайшее время, как только позволит эпидемиологическая ситуация. На этом я с вами прощаюсь, подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт, странички инстаграма, фейсбук, ссылки в описании.